Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня будет очень полезное видео, о которых я вам упоминала в своих ранних видео. Вы сказали, что очень хотели бы узнать все о моих правилах бьюти-шоппинга, о том, как я подготавливаю себя к покупке, о том, как я совершаю покупку, где я совершаю покупку, почему я покупаю, в общем, все-все-все о том, как купить то, что вам нравится, и не разочароваться в этом. Если вам интересно, то не переключайтесь и продолжайте смотреть. Итак, что же такое бьюти-шоппинг? Я думаю, что многие девчонки страдают тем, что каждый день покупают что-либо и не знают, нужно это им или нет. Я раньше тоже была такой и скупала все, буквально все, что я видела по акциям, все, что было без акций, все, где я о чем-то услышала. Я скупала просто все. У меня было огромное количество всей этой косметики, хотя сразу скажу, что сейчас у меня ее еще больше. Но я не пользовалась ей, то есть то, что я покупала, у меня очень часто лежало потом практически неоткрытое или неиспользованное. Это касалось буквально всего. Дезодоранты, гели для бровей, гели для умывания, какие-нибудь скрабы, какие-нибудь восковые полоски. В общем, и вот много-много всякой ерунды, которая по факту мне была абсолютно не нужда. Сейчас я стала более избирательной. Возможно, потому что я поняла, какое количество денег на это уходит, а возможно, просто потому что я стала очень глубоко во всем в этом разбираться. И я выработала для себя какие-то определенные правила, без которых я не совершала покупку. И я думаю, что будет вам интересно узнать о них. Поэтому сейчас я буду рассказывать вам, как я подготавливаю себя к таким покупкам. Вообще, откуда я узнаю о продукте и как я понимаю, что он мне нужен? Давайте начнем, наверное, с этого. В моем инстаграме я подписана на огромное количество известных визажистов и celebrity-мейкап-артистов из других стран. Поэтому, возможно, вы можете посмотреть мои подписки и подписаться на кого-то, кто будет полезен вам. Давайте начнем с того, как я понимаю, что мне нужен тот или иной продукт и откуда я о нем узнаю. Как вы знаете, я часто бываю на различных мастер-классах, работаю в золотом яблоке, например, с другими визажистами. Смотрю, кто с чем работает, спрашиваю, нравится тот или иной продукт, пробую его сама. И, возможно, по сечению какого-то времени понимаю, что он мне нужен. Очень часто эти покупки совершаются именно так, то есть в процессе работы. Я работаю полный рабочий день в золотом яблоке, крашу огромное количество людей. Вижу, что этот продукт работает на разных лицах, на разной коже. И он, грубо говоря, подходит всем. Я понимаю, что это то, что мне нужно. Откладываю его и вечером после работы я иду его покупаю. Или же смотрю на коллег. Смотрю на коллег, кто чем работает, беру себе попробовать. И, соответственно, тоже смотрю, если мне нравится, то я иду его и покупаю. Также инстаграм. Сейчас такая эра просто информации, что, мне кажется, можно носить все, что угодно. Я смотрю обзоры на ютюбе. На самом деле я смотрю их сейчас намного реже, потому что раньше у меня было больше свободного времени. Я могла больше времени провести на ютюбе, посмотреть других блогеров. Сейчас, если честно, то я практически никого не смотрю и смотрю только то, что мне нужно по запросам. То есть ввожу, например, какой-либо продукт, смотрю на него свотч, смотрю обзоры, понимаю, хороший он собой или нет. Также есть прекрасный, давний, известный сайт iRecommend, где девчонки делятся своими отзывами, своими навыками использования того или иного продукта. Я читаю огромное количество отзывов, смотрю рейтинг. Еще есть косметиста, не знаю, кто-то ей пользуется еще или нет. Я раньше часто там сидела и читала, опять же, отзывы. Помню, как хотела там, кстати, зарегистрироваться, а у меня никак не получалось, потому что там нужно какое-то быть приглашение. Вот, читаю отзывы на этих сайтах, но, конечно, больше всего времени уделяю обзорам из Инстаграм. То есть сейчас, опять же, я сама снимаю огромное количество роликов в Инстаграм, сториз. Вы можете ввести просто хэштег продукты и посмотреть обзоры на него или свотчи, что я, собственно, и делаю. Но я выбираю очень избирательно, то есть я не скупаю все подряд. Я понимаю, что у меня сейчас вот есть этот продукт достаточно хороший, то есть второй мне такой пока не нужен. Но я понимаю, что у меня есть пробел, например, в пудрах. Я пользуюсь одной Hourglass, но Hourglass, к сожалению, например, можно только заказать из-за рубежа, потому что в России она не представлена. Я очень долго искала аналог в России и нашла его. Это из лаудер-перфекциониста, который я вам уже рассказывала, и в Инстаграме я ее показывала. Узнала я о ней через визажистов. Поняла, что ей многие пользуются, решила попробовать и посмотрела. Действительно, эффект очень схож. Потом, опять же, почитала отзывы и пришла ее и купила. Собственно, вот так я и пришла к покупке. У меня сейчас нет такого, что я увидела, мне понравился цвет, я загорелась и купила. На самом деле, вот эти вот все порывы я научилась опускать, убирать продукт из корзины и не брать его. Потому что именно вот такие покупки, как мне кажется, приводят к раззарению и к тому, что вы продуктом этим потом не пользуетесь. Также очень популярный вопрос, почему я покупаю похожие оттенки. Кто не знает, я визажист, и моя работа — это работа с клиентами в большинстве случаев. Поэтому я использую те оттенки, которые я знаю, что людям подходят. А бывает, что эти оттенки очень схожи. Поэтому я и покупаю похожие оттенки, возможно, похожие текстуры. Но я знаю, что это будет дорого и красиво смотреться. А мой стиль — это как раз-таки то, что естественно, натурально, красиво и немножко роскошно. Вот так я себя могу охарактеризовать. Да, я не покупаю огромное количество ярких оттенков, потому что я не работаю практически с ними. И не считаю, что это всем идет, что это украшает. Поэтому sorry, кто мне всегда пишет о том, что «Лена, у тебя все одно и то же». Ну, вы же можете выйти с моего канала и посмотреть других блогеров, у кого есть, например, разнообразие цветов. Если вам бюджета, то welcome туда. Вот. Как я понимаю, что продукт будет неплохой? Я думаю, что вы тоже уже поняли. Исходя из практики, я могу прийти в магазин попробовать, могу прийти второй раз попробовать. Могу попросить тестер. Слушайте, кстати, очень частая проблема — это то, что девочки боятся просить тестеры. Не нужно бояться. Вот у нас просто в стране как-то это не очень развито. На самом деле везде можно просить тестеры, их спокойно кладут. У нас, к сожалению, не всегда бывают чудо-реконсультанты. Бывают, оставляют вашу покупку без какого-либо внимания и комплимента. Но не стесняйтесь и просите то, что вам интересно. Говорите, что я хочу попробовать, я не могу купить сразу. Мне нужно понять, работает этот продукт или нет. Во многих корнерах есть прям маленькие баночки, которые вам отливают продукт. Либо же есть всегда сошетики, которые вам дают, вы ими пользуетесь. И уже, конечно же, попользовавшись продуктом, вы можете создать какое-то свое мнение. Я всегда так делаю. Сейчас хорошо, что меня начинают консультанты уже узнавать и кладут мне сами тестеры. Но если нет, если мне ничего не кладут, я всегда подхожу и говорю, что я бы хотела попробовать. Потому что, ну, а как я могу купить продукт? Я не могу купить его, не попробовав или не узнав о нем ничего. То есть, если, например, я не пробовала и не знаю мнения других людей об этом продукте, то я подхожу и прошу тестер, чтобы сделать это мнение самостоятельное. Вот, поэтому тестеры — это очень-очень круто, и не стоит бояться и стесняться. Ну, это что касается именно магазинов офлайн. А теперь давайте поговорим о покупках онлайн. Потому что покупки онлайн я совершаю очень часто. И там покупки бывают намного выгоднее. То есть, перед тем, как вообще зайти на сайт, я составляю в голове. Я, по крайней мере, себе четкий список, что мне нужно, что я хочу. Когда я захожу на сайт, конечно же, я начинаю заходить на различные спецпродолжения. Кстати, не стоит их бояться, заходите. Там бывают очень часто хорошие предложения, очень выгодные, какие-то миниатюры. Тех продуктов, которые вы, возможно, хотели попробовать в полном размере. Я очень часто покупаю travel size. Пробую их, потом уже покупала полноразмерные продукты. К сожалению, в офлайн-магазинах не всегда есть возможность попросить travel size. А вот в онлайн-магазинах есть практически всегда. И поэтому заходите в спецпредложения, смотрите какие-то акции. И уже потом можете посмотреть то, к чему, собственно, вы и хотели прийти. Я захожу, составляю четкий список в корзину. После того, как вы составляете корзину в любом онлайн-магазине, у вас там есть такое окошечко промокод. Я начинаю искать эти промокоды. Я, на самом деле, прям люблю за них охотиться. Начнем вводить в Google промокод на таком-то сайте. И часто, кстати, всплывают промокоды, дают тебе скидку 10-15% или скидку на бесплатную доставку, что, собственно, опять же, экономит ваш бюджет. А еще, кстати, при покупках на таких сайтах, при оплате у вас вычитается налог страны, чей-то сайт. То есть, например, я покупаю на каком-нибудь английском сайте, например, Call Beauty. У меня одна стоимость, а с карт списывается меньше, потому что я не должна платить тот налог, который включен в стоимость этого английского сайта. И это, опять же, очень прикольно. Что еще очень важно при онлайн-шопинге? Подпишитесь на рассылку ваших любимых интернет-магазинов, ваших любимых брендов. Например, марка Clorance. Я их очень люблю и уважаю, и я подписана на их обновление. И когда у них бывают скидки 50%, а у них, кстати, по секрету вам скажу, скидки 50% на сайте бывают очень часто, мне приходит на почту, что начались скидки. Я захожу и откладываю там свои нужные товары себе в корзину, покупаю это с огромной выгодой. Например, в оффлайн-магазине сейчас таких акций нет, а в онлайне акция есть, поэтому я беру именно там. И указывайте почту, которой вы действительно будете пользоваться. Да, я знаю, что многих раздражают эти сообщения, но если вы хотите совершать выгодные покупки, то на почту бывает приходят вот такие уведомления, что в ближайшие 12 часов будет действовать скидка 30%, например, на марку Tarte. Я захожу и покупаю себе, что я хотела купить до этого с хорошей скидкой. Плюс не забывайте, что есть такое понятие, как кэшбэк. Оформите себе, например, карту, с которой будет у вас хороший кэшбэк, и при покупке вам еще будут возвращаться ваши же деньги. Это тоже очень приятно, и вы покупаете, оплачиваете, понимаете, что часть денег вам опять же вернется. И это как-то душу радует и греет, и понимаете, что потратили меньше, чем могли. Еще одно очень важное правило — это сравнивать цены. Мы живем с вами в 21 веке, когда интернет — это то, что есть у всех и у каждого, поэтому не поленитесь и зайдите на различные сайты, зайдите на официальный сайт продукта, зайдите на другой магазин, зайдите на второй интернет-магазин, и посмотрите, где он и сколько стоит. Кстати, как показывает моя практика, заказы покупать с официального магазина зачастую бывает даже дороже, чем покупать в каком-то интернет-магазине, потому что на официальных сайтах очень дорогая доставка, а интернет-магазины предоставляют бесплатную доставку при покупке на определенную сумму. Например, на Call Beauty, когда вы набираете на 4000 рублей, у вас бесплатная доставка. Соответственно, я покупала палетку Charlotte Tilbury, еще какую-нибудь помадку, и они мне приходят абсолютно бесплатно, когда с официального сайта Charlotte Tilbury я могла приобрести эту продукцию намного дороже из-за доставки. Поэтому доставка — это тоже очень важно, и наличие бесплатное, и всегда нужно проверять. Ну и напоследок хотела бы сказать, что, конечно же, проверяйте все отзывы, проверяйте свотчи, найдите того блогера или визажиста, или человека, которому вы доверяете, у кого действительно будут проверенные отзывы, и следите за ним. У меня, например, есть парочка таких визажистов, которых я постоянно слежу и смотрю, и когда я вижу, что тот или иной продукт ему понравился, я с полным доверием иду и покупаю себе такой же, потому что я знаю, раз этому человеку он понравился, то и мне он подойдет. Не знаю, почему так, но у меня вот есть такое доверие к некоторым, и это на самом деле очень круто, потому что, когда вы покупаете продукт, видите, что он качественный, вы понимаете, что деньги потрачены не зря, и вы внутренне благодарите этого человека. Ну а я надеюсь, что этим человеком для некоторых из вас являюсь я, поэтому мне будет очень приятно, если вы поставите мне лайк, также не забывайте подписываться на мой канал, так как здесь много свежей и полезной информации, ну и, конечно же, не забывайте про мой инстаграм, так как там все только самое актуальное. Ну а я вам всем желаю отличного настроения, увидимся в следующих видео, и пока-пока!